Всем привет! Как за 5 минут установить open-source администраторскую панель в любую игру на роблоксе? Все очень просто, я вам сейчас покажу. Вы, наверное, знаете, что огромное количество модулей и в тулбоксе и так далее есть администраторских панелей. Но не все так чисто с этими панелями. Некоторые панели не open-source, значит вы пользоваться можете, но менять исходный код не можете. И иногда даже не можете посмотреть этот исходный код. Ну я буквально на первую, на вторую я нашел административную панель, которая у нас поддерживает. Что она поддерживает? Предупреждение пользователя, кик, бан на текущем сервере и глобальный бан на всех ваших серверах. Так, ну мьюта нету, ну и ладно. Итак, давайте не будем читать, вы все это почитайте потом с гуглом переводчиком. Как настроить я вам расскажу примерно. Так, вот смотрим, есть у нас файл. Скачиваем его. Он сохранился. Проверяется безопасность. Так, мы имеем нашу игру, любую. Она у нас обязательно должна быть опубликована. Паблишд. Опубликуйте, если не сделано. Далее должны, переходим во вкладку Home, Ставим Game Settings. Опции. Опции нашей игры. И мы должны разрешить доступ к Data Stores. К тем местам, к базам данных, где у нас будут храниться наши наказанные игроки. Так, ставим ОК. Кстати, вот такая штука классная. Есть. Это просто фантастические можно вещи будет сделать с Роблоксом. В том числе и для админок. Но это как-нибудь в другой раз. Так. Разрешили. Теперь наша игра готова. Так. Что же мы теперь делаем? В любом месте, ну на Workspace, правой кнопкой нажали и выбираем Insert from File. Значит, добавь к нам несколько файлов из какого-то файлика. Так. Вот у меня единственный файл. rbxm у него расширение. Окей. Добавили. Появилась папка. AdminPanel Setup. Окей. Открываем инструкции и по ним будем действовать. AdminServerScript. Так, вот он. AdminServerScript. Должен лежать в ServerScript Service. Ну, окей. Хватаем и тащим. ServerScript Service. Здесь кинули. Так. AdminEvent и AdminGUI должны быть в ReplicatedStorage. Вот в этом репликате. Так. AdminEvent и AdminGUI в ReplicatedStorage. Окей. Здесь у вас могут ваши скрипты какие-то лежать и так далее. Имена не должны, конечно, совпадать. Если у вас имена совпадают, с этими именами свои имена, пожалуйста, исправьте. Так. Ну и. GUI Clone Handler нужно перенести в Starter GUI, чтобы менюшку можно было показывать. Стартер GUI. Отпускаем. Так. В инструкциях больше ничего нет. Можно удалить инструкции. Можно удалить эту папку. В принципе, есть кое-какие инструкции здесь. Ну, давайте сразу запустим. Я, кстати, не проверял. Еще такую штуку. Когда я себя не добавил в Admin, как будет работать. Так. Вызываем Admin. Чат. Чат. И пишем двоеточие. C, M, D, S. Comments. Ничего не происходит. Ок. Ну, не уходим. Чтобы узнать свой ID. Очень просто. Заходим в своего игрока, когда мы подключены в игру. Смотрим свойства. И смотрим User ID. Это мой User ID. Так. Я его скопировал. Буфер обмена. Правой кнопкой копировать. Теперь идем в скрипт. В скрипт администраторский. И вот у нас есть здесь первая строчка. Так. Я сюда вставил себя. Если у вас еще есть админы, можете еще их через запятую вставить. И так далее. Сколько хотите. Так. Про группы и про ранги я напишу вам в комментариях. Мы же хотим быстрее запустить. И чтобы у нас все работало. Запускаем нашу игру. И быстрее вызываем нашу админку. Чтобы проверить. Ну в принципе уже все. Давайте пробуем печатать. CMDS. Появилась админская панель. Пытаемся какую-нибудь интервью написать. Предупредить пользователя. Говорит, плеера такого нет. Так. Выпнуть какого-нибудь игрока. Тоже такого нет. Ну про глобальный бан я вам уже сказал в самом начале. Это со всех серверов ваших. Это только с текущего сервера. Так. Давайте попробуем себя. Киканем. Так. Ну давайте. Глобал бан. Вы не можете на себя это применить. Также вы не сможете забанить ни себя, ни своих друзей. Администраторов. И так далее. Ну что. Вот такой короткий урок. Предлагаю вам сегодня все это установить в свою игру. Попробовать. Чего я здесь не вижу пока. Но я в коде еще не копался. А. Вот. Вот. Ребята. Пока еще не. Во-первых. Как. Разбанивать. Для меня это загадка. Я пока не смотрел. Надо посмотреть какие есть команды. Кроме. Вызова команд. А. Вот статус. Можно посмотреть. Покажет вам кто забанен. А. Вот есть Unban. Команда. В чате пишите. И так. Вот этой смотрите статус. Вам покажет кто там что. Забанен. Что случилось. Можете разбанить в чате. Двоеточие Unban. Так. Что еще у нас есть. Во. Можете перевести на русский язык. Но честно говоря я вам не советую. Ну если у вас конечно только русские будут играть. Ну не русские. Извините. Русскоязычные. Вы можете перевести вот эту фразу. Вас только что кикнул администратор. Вот эти маленькие фразы категорически нельзя переводить. Так. А вот здесь. Переводим на русский. Вы были забанены на этом сервере. Как администратор. А здесь можно перевести. Вы были забанены вообще в этой игре. Администратором. Ну и когда человек подключается. Ему можно. Его будут выпинывать киком. И можно здесь тоже по русски. Вы забанены на этом сервере. Здесь. Вы забанены в этой игре. Ну и все в принципе здесь. Не так много переводить. Если вы хотите. Но я не советую. Так. Ну. А. А вот еще здесь есть такое слово. Фраза. Когда вы кого-нибудь предупреждаете. Перед тем как кикнуть и забанить. Можете здесь написать. Внимание. Предупреждение. Вот. И типа. Следуйте правилам нашей игры. Ну все. Вот такой короткий урок. И у вас уже есть баны, кики. А про все остальное. Как с нуля все это создавать. Я уже расскажу в других уроках. Всем хороших выходных. Ставим лайки. Там. Колокольчики. Рассказываем друзьям. Донатики шлем. Чтобы я шевелился. Вот. Подписываемся. И так далее. Всем хороших выходных. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok